Шествие легионеров Воскресные мероприятия у памятника свободы в Риге прошли спокойно Благодаря отличной работе полиции и ряду изменений в нормативных актах, говорят латвийские политики Полиция вела переговоры с лидерами так называемых антифашистов Кроме этого им запретили использовать усилители звука Но и несмотря на это без задержанных не обошлось На вчерашний день было 7 человек Мы фактически не задержаны за такие нарушения, как нахождение в общественном месте в алкогольном опьянении И в принципе мы не говорим о задержанных, которые задержаны за серьезные нарушения Со стороны иностранных радикалов популярностью вчерашнее шествие не пользовалось На границе с Эстонией пограничники содержали 4-х человек из так называемого черного списка И отправили их обратно Как и предполагалось возложить цветы к памятнику свободы Пришел и экс-министр регионального развития Эйнер Сцелинский сад национального объединения Из-за чего и лишился должности незадолго до этого Мне очень жаль, что хороший министр регионального развития не продолжает свою работу Я наблюдала за его работой на протяжении двух месяцев И я высоко ценю его профессионализм и знания И думаю, что это большая потеря для правительства Если в случае с 16 марта удержать членов правительства от участия в шествии не смогло даже решение правительства То 9 мая к памятнику освободителям Риги и так никто не пойдет, говорят министры Единственный, кто приходил туда каждый год со своим дедом Министр экономики Вячеслав Домбровский В предыдущие годы ходил, как в это 9 мая, как и в прошлого года То есть просто поеду к деду домой и его поздравлю там А вот мэр Риги Нил Ушаков уже заявил, что, как обычно, пойдет 9 мая к памятнику освободителям Опыт показывает, что риск провокации в этот день невелик Сергей Герасимов, Петр Исбаркевич, Латвийское телевидение